Это новости на канале НСК 49, студии Мария Левина. Здравствуйте и смотрите сегодня. Еда здоровая и вредная. В рамках мероприятий «Ко дню российской науки» ученые Саран провели цикл лекций об основах здорового питания. Хоккеисты против лейкоза. Игроки клуба «Сибирь» внесли свои данные в регистр доноров костного мозга. ДТП с несовершеннолетними. За выходные в нескольких дорожно-транспортных происшествиях пострадали дети и подростки. А теперь подробно расскажем о самых главных событиях дня. Где найти достоверную информацию о пользе того или иного медицинского препарата? Можно ли чесноком или медом вылечить простуду? И по каким причинам чаще всего уходит из жизни новосибирцы? На эти и другие вопросы отвечали сотрудники Института цитологии генетики Саран на лекциях, организованных для школьников в рамках празднования Дня Российской Науки. Ученые уверены, что факторы питания имеют колоссальное значение в заболеваемости и смертности населения. Поэтому здоровое и качественное питание для нашего с вами физического и психологического состояния важны не меньше, чем любые другие внешние факторы, такие как климат, социальное благополучие и тому подобное. Именно об этом говорили на лекциях, которые Институт цитологии генетики Саран организовал для школьников. Однако некоторые факты были интересны и взрослым. К примеру, в итоге многолетних исследований населения некоторых районов Новосибирска, основанные на результатах диспансеризации, профосмотре, показали основные причины смерти сибиряков. Популяция Кировского, Октябрьского района, города Новосибирска, района Первомайского и всех остальных, она умирает от одних и тех же причин. Основные четыре причины смерти. На первом месте сердечно-сосудистые заболевания, на втором месте некоторые локализации рака. Понятно, да? Это травмы, отравления, несчастные случаи. То есть это социально значимые причины, которые являются основными причинами смерти. То есть тут мы не оригинальны. А вот информация, которая полезна будет для любой домохозяйки. Рафинированное масло – это и есть трансжиры. Вся история заключается, что рафинированное масло – это масло, которое нагрето. И это значит, что окисленное, да? И второе – оно еще дезодорированное. Некоторые народные методы лечения, к примеру, простуды, новосибирские ученые тоже не принимают, так как нет доказательной базы их эффективности. Но есть ПАБМЕД – англоязычная текстовая база данных медицинских и биологических публикаций, созданная Национальным центром биотехнологической информации США. Вот на ее данные опираться можно считать в Институте цитологии генетики. Можно использовать базу данных ПАБМЕД. Вводите название продукта, скажем, я вводил мед для лечения простуды или чеснок для лечения простуды, и вводите метаанализ. Ну, естественно, на английском языке. Ну и оказалось, например, что мед, естественно, никто не использует для лечения простуды, хотя общеизвестно в России, что мед помогает при простуде. Зато его используют для лечения ожогов, но при этом не слишком успешно. То есть можно бы его вообще не использовать. То же самое с чесноком. И по поводу различных диет ученые рекомендуют прислушаться, опять же, к иностранным специалистам. Американские рекомендации по диетологии, они как раз разрабатывались учеными, которые прошутили очень большой объем литературы и дали рекомендации на основе научных статей. Поэтому вот американские вот эти рекомендации, они хороши. Всемирная организация здравоохранения также их данные основаны на нынешнем состоянии науки. Кстати, рекомендации ВОЗ можно найти на русском языке. Так что, конечно же, можно есть все, что вам хочется. Только вполне возможно, здоровее вы от этого не станете. А вот если прислушаетесь к специалистам, то ваш организм только спасибо скажет. Обманутые дольщики вновь вышли на акцию протеста в Новосибирске. В пикете участвовали люди, купившие квартиру в жилмассиве Закаменский, который строится уже почти 13 лет. В чем суть претензий дольщиков к властям и какой выход они видят из сложившейся ситуации, узнаете из следующего сюжета. В субботу Красный проспект 50. Возле здания, в котором находится региональное управление Росреестра и Департамент архитектуры мэрии, собрались 50-60 человек, развернувших плакаты и устроивших своеобразное театрализованное представление. Даже позаботились насчет грима на лицах. Желтый цвет, как символ предательства, лжи и обмана, с чем мы сталкиваемся взаимодействием с нашей властью. А черные слезы, слезы горечи, печали, утраты и потери. Поэтому у нас сегодня такой грим. Все эти люди обманутые дольщики, много лет назад купившие квартиры в жилмассиве Закаменский. Годы идут, а дома так и не строятся. Пять лет назад, как организовали жилищно-строительный кооператив своими силами, пять лет снова сложились деньгами. Естественно, с подачи местных властей. Семь тысяч за квадрат. То есть наши квартиры оплачены уже несколько раз. Судите сами, стройка стоит. Тринадцать лет. Среди обманутых дольщиков немало тех, кто взял квартиру в ипотеку. Уже и дети подрастают, и долг скоро будет выплачен. А новоселье все еще не скоро. Когда я только брала ипотеку, платила 18 тысяч. Для меня это, конечно, была сумма огромная. Я и за съем платила, и за ипотеку. Сейчас потихоньку стараюсь досрочно гасить. Уже снизила до 9 тысяч. Но все равно это деньги для семьи, они не лишние. Ты как бы их отрываешь, а дома нет. Ты платишь просто за воздух. Причем пока его нет, мы не можем даже сделать вычет. НДФЛ себе вернуть. То есть это ощутимо бьет по карману. К словам чиновников, эти люди больше не верят. Говорят, что власти не соблюдают достигнутой договоренности. В частности, так и не подключили дом к отоплению. А три месяца назад гражданам обещали включить здание в перечень достраиваемых фондом защиты прав дольщиков. Однако на этот год их заявления в списке отсутствуют. И мы требуем, чтобы достроили весь наш жилмассив Закаменский. Не дробили. Один дом сейчас, достроим другой дом когда-нибудь потом. У нас общая земля, у нас общая детская площадка, у нас общие коммуникации. Нас нужно достраивать все вместе. Три дома, 800 квартир. Первым застройщиком жилмассива Закаменский был «Неоградинвест». Кого-то из руководителей этой строительной компании отправили в места заключения, некоторые уже на свободе, отбыв определенный судом срок. А вот на воселье эти люди так и не дождались. Перспективы завершения строительства дома номер 11 микрорайона Закаменский до сих пор не определены. По словам собравшихся, прошедший пикет – не последняя их протестная акция. Обещаниям чиновников они больше не верят. Буквально взрывной рост количества ДТП с участием детей и подростков произошел в Новосибирске в феврале, особенно в последние несколько дней. Страдают как несовершеннолетние пассажиры, так и пешеходы. О причинах таких дорожных происшествий и подробностях некоторых из них в репортаже нашего корреспондента. В понедельник утром на этом перекрестке девушка-водитель на заснеженном автомобиле Ниссан Джук наехала на 7-летнего ребенка, который шел со своей бабушкой по пешеходному переходу. Внук оказался в больнице. И подобных случаев в этом году довольно много. В январе в Новосибирске произошло 5 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали дети. Однако в феврале госавтоинспекция наблюдает определенного рода всплеск подобных ДТП. На текущий период в феврале зарегистрировано уже 9 случаев происшествий дорожных, в которых пострадало 10 несовершеннолетних. В период с пятницы, в настоящий момент, произошло уже 5 дорожных случаев, где пострадали дети. Причины ДТП, в которых пострадали несовершеннолетние, совершенно разные. Но больше всего произошло наездов на пешеходов, как по вине самих детей и подростков, так и водителей. Буквально в минувшее воскресенье в Кировском районе несовершеннолетний водитель 17 лет передвигался на автомобиле ВАЗ-2105. В результате совершил наезд на 13-летнюю девочку, которая без нарушений правил дорожного движения переходила дорогу в зоне нерегулируемого пешеходного перехода. С переломом бедра она была отправлена в лечебное учреждение. К счастью, в этом году ни один ребенок под колесами автомобиля не погиб. Но статистика дорожных происшествий с участием несовершеннолетних настораживает даже инспекторов госавтоинспекции. А это значит, что водители, дети и их родители должны с повышенной осторожностью и вниманием относиться ко всему, что происходит на проезжей части. Тем более, что и погода со своими температурными перепадами совсем не способствует дорожной безопасности. Впервые в истории континентальной хоккейной лиги игроки Сибири и их поклонники приняли решение стать донорами костного мозга. Акция прошла в субботу, 8 февраля, в ЛДС «Сибирь». Почему известные спортсмены решили дать тяжелобольным людям шанс выжить в борьбе со своим недугом и стоит ли бояться донорства костного мозга, расскажет Василий Акимов. Национальный регистр доноров костного мозга пополнился данными 11 известных хоккеистов клуба «Сибирь». Это первый в истории российского спорта случай, когда профессиональные спортсмены организованно вступили в регистр доноров костного мозга. Если есть такая возможность, надо призвать как можно больше людей, проживающих в нашей стране, в этой акции, и вдруг когда-нибудь кому-то понадобится наша помощь, и мы всегда готовы помочь. К хоккеистам присоединились 70 горожан, также принявшие участие в акции, прошедшей в Ледовом дворце спорта «Сибирь». Рядом с Ледовой ареной организовали выездную лабораторию, в которой болельщики и игроки могли сдать кровь и вступить в регистр. Пришла сюда, потому что у меня папа погиб от лейкоза, и поэтому если я могу чем-то помочь другим людям, я буду только рада. Талисман нашей хоккейной команды «Снеговик» также решил не оставаться в стороне от акции. И сам вступил, и других призывает поступать так же. Во всех акциях до этого я участвовал, когда кровь просто брали у доноров. И сейчас, когда в регистрах стали записывать, поэтому решил в этот раз не остаться в стороне. Будь как снеговик, сдавай кровь вместе с хоккейным блогом «Сибирь». По самым организаторам акции, ежегодно в транспортации костного мозга нуждается около 5000 россиян. Это единственный шанс для них выжить. Часто среди родственников не находится подходящего донора, и тогда врачи обращаются в специальные регистры потенциальных доноров. В которых ищут нужные совпадения по генотипу. Поэтому подобные акции будут проходить и в дальнейшем. Будет экспедиция доноров костного мозга, которая называется «Совпадение». Она уже объехала Центральную Россию, вот сейчас в данный момент колесит по Поволжью, а летом она проедет по Сибири. Мы начнем из Омска и закончим в Алан-Удэ. Вступить в регистр может любой человек от 18 до 45 лет, не имеющий серьезных заболеваний. Причем для этого вовсе не обязательно дожидаться таких акций. Осенью 2018 года Руслонд вместе с компанией «Инбитро» начали бессрочную акцию по поиску доноров. Каждый желающий может бесплатно сдать кофе на типирование и войти в Национальный регистр доноров костного мозга имени Васи Перевозчикова. И, возможно, спасти этим чью-то жизнь. Это все на сегодняшний день. Мы следим за развитием событий. Наши новости всегда на сайте nsk49.ru. Ваши мы ждем в рабочее время по номеру 220-2105. Спасибо, что были с нами. Всего вам доброго и до новых встреч. Продолжение следует...